Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем мои занятия в Потеряевке, в 90-е годы были, под разные темы. И вот какая тема интересная? Туалет. О туалете. В молитве Отче наш, читаем от Фешетого глава, Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Просим не только хлеба, но под этим надразумевается и масло намазать на хлеб, и запить горячим. Просим не о всех родах постной молочной пищи. Но каждое событие мы должны рассматривать и с продолжением. Что за этим, какое последствие от этого? Допустим, ты выстрелил. Куда же полетела пуля? Ты выпустил будущее... Ты выпустил будущего... Будущего быка, бодавца. Будущего быка. И не нацепи. Но тебе это грозит смертью, если он кого-то забодает. Хозяин может кричать, я понял, я осознаю свою ошибку. Мы поняли это, но только ты осознаешь на грани ухода из этой жизни. Ты самолюб, не думал о других, которые тоже хотели жить. Или ты сделал крышу и не предусмотрел ограждение. Человек разбился, но ты должен заплатить за его кровь. Вот так. Молясь о хлебе насущном, мы должны думать. А дальше что? Слава Иисусу Христу! А хлеб... Дальше. Хлеб для рта. Думай, что никто эту истину не оспаривает. Ровно через сутки или раньше ты должен уже думать, куда же это деть из себя. Сколько бы мы не зарабатывали, большая часть пойдет для рта. Самые развитые мышцы у человека жевательные. И самые слаборазвитые, прямо-таки дебильно неразвитые. На выходе из прямой кишки. То есть, для пищи. Принятие все время жует, а там ничего нету. Едва-едва удержать может. Почему из старого человека ослабленное уже все вываливается? Почему так страдаем от поносов, от запоров? Наша утроба очень уж ненадежная хранительница. Если мы наливаем сосуд, и снизу у него будет отверстие, то сколько ты не будешь лить, все равно провалится. Это Златоуз говорит, объясняет это. И почему он говорит? Вот человек, чтобы оправлялся, сделал у нас сзади отверстие, чтобы не видел, не было неприятности. А когда перепьет, изо рта, перед глазами блевотина. Что было противно, это неестественно. Даже это разбирали. А человек именно так вот устроен. Будь то князь, принцесса благородных кровей. Но все так же пройдет и выйдет. Вот она лижет, мороженое стоит. А ты уже представляешь дальше, как это будет выходить. И одного цвета, и одного запаха. И шоколад, как-то я помню, в технику ему учился, зашел в общежитие. А там один считает, такая-то принцесса прибавла в Советский Союз. Ну, хорошая, красивая. Но как вспомню, говорит, что она в туалет ходит. Да и никакая она уже не принцесса. Она точно такая же, как моя родня вся. Премудрость. Я человек смертный, подобный всем. Потомок первозданного земнородного. Я в отробе матерней образовался вплоть в десяти месячное время. Десяти месячное, потому что месяц там короче. Сгустившись в крови от семени мужа и услождение, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми. Скорблен в пеленах и заботах. Ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Вот такой-то президент, ну как вспомнишь, он так же в туалет ходит. Вот такой был Анастис. Анастис, это перевозил там нефть. Женился на вдове Кеннеди. Его спросили, у вас какое самое большое желание сейчас? Все есть, миллиарды. Он говорит, без болезни направится, рак прямой кишки. Вот и все. И уже ничего не надо. Аристотель, что ли его звать было? Сплошной желудочно-кишечный тракт. И человек просит каждый день в себя. Вот смотри, сплошной желудочно-кишечный тракт. Это слова-то не мои. Евгений Евтушенко из стихотворения я взял. Поэтому, когда ты что-то считаешь, знаешь, то своего не так и много будет. Просит в себя. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Ты должен думать и о разгрузке этого хлеба, после того, как запашистая... Запашистая. Ну вообще, запашистая. Запашистая. И разноцветная превратится все в один запах и одного цвета. Сегодня поговорим об этом и задумаемся о том, кто же нас обслуживает. Не на столь престижной коммунальной службе, а на самом деле делает чрезвычайно нужную работу. Без этих людей мы бы все провоняли уже через день. Вот мы ездили с благовестнической миссией. От Владивостока прошли до Португалии. Скандинавия. Это самое важное, не пища, а именно где простаться. Город нигде нету туалета. И ходишь, спрашиваешь, кое-кое-кое-как узнаешь где. А если еще ты уже в возрасте и надо сходить, ужасно просто, ужасно. Нет нигде. Главное это туалет, главное. И где останавливались мы в городах, вот были особенно трудно было в Риме. Вообще сходить некуда. Я ходил, ходил, там полицейский один показал, вот туда сзади. Да там еще часовые, да проще такое. И дальше. Для хлеба построили мы пекарню и туалет в лагере Стане. И вот если дача какая есть у кого, первым делом ставится туалет, первым делом, даже не от дождя закрыться, туалет. Вот такое соединение, ибо сразу же выявляется, что нам необходимо. Что нам необходимо? Что нам необходимо, да. Ударение неправильно делается. Чтобы не подумали, что об этом не следует разговаривать, что не очень престижная тема. Прошу записать, что об этом говорит Библия. Это я говорю перед нашими потеряевскими. Исход. Вот сейчас говорят, если сейчас воды не дадут, а многоэтажные дома, никакие крышки не удержатся, все будет дерьмом, все улицы, все будет залито. А в деревне этого нет ничего. Обыкновенный туалет, сортир сходил, и все чисто, ничего нет. Исход. Вот, а мясо тельца и кожи его, и нечистоты его, сожги на огне вне стана. Подожди. Ты вот это считал. Вне стана и нечистоты. Так. Это на радость санэпидемстанции. Это я не читал. Это жертва за грех. Вне стана и нечистоты, это на радость санэпидемстанции. Стан это там, где расположены палатки, кельи, люди. Да. Разраконие. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь, Бог твой, ходит посреди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего странного и не отступил от тебя. Понятно. Не потому, что кто-то ногой наступит, залезет, то другое. Среди вас ходит Господь. И мы поехали, специально лопатка, чехол, и на нас решили напасть эти лживые там, я называю их псы, из миссионерского отдела, где Данила Сысоева, вот этот как раз царенов, энтео, напал на нас. А вы тоже нарушаете? А как нарушаете? А вот ездили, а написано, надо зарывать. Я говорю, а почему решили все не зарывать? Я даже сфотографировался с лопаткой. И туалет на мне был. Я взял на себя. Я буду, а Пупков ездил, он зарывать будет, когда уезжать будем. И мы обратно пластик кладут, и никто не узнает, где мы были. После нас нигде ничего не осталось. Ни одной бумажки. Ничего нигде не осталось. Дальше. Когда ел, получал благословение. Свято было. Но вот стало это испражнением. И уже срамным называется. Прошло через человека, и осквернилось, как будто. Бог побеждает врагов. Но вот из-за твоей кучи может тебя целиком предать врагам вместе с тем, что еще в тебе, что из тебя не вывалилось. Так вот мы проехали. Вся Россия это свалка. Огромная страшная свалка. И у нас где-то ступени, наверное, 25. Центральный вход в храм. А я работал дворником. И в храм. Центральное ворота. Покровский собор. И залез наверх один, наворотил кучу. Больше ничем нельзя. Только похвалиться. Мимо потерявки проезжают машины. Ну а мимо там трасса шла. Когда еще первые годы было. Я останавливался. Ищут воды. Напиться негде. Я выкопал колодец. Сам один. Колодец. Один выкопал. Дренаж сделал. Надписи. Кружку сделал. И в конце концов что? Кружки воровали, а потом через неделю наворотили кучу. Это русский человек. Он дерьмо, дерьмом только хвалится. Дальше. От этого зависит слишком многое. Жизнь и смерть. Это напоминание о грани, о дозволенном. О ограде на крыше. И там смерть. Чтобы кто не упал. И здесь зараза может пойти. Испортишь настроение. Аппетит себе и другим. Этому нужно и в школе, и дома учить. Как жить аккуратно и чистоплотно. Интересно, вот если ты находишься в камере, ну каждый ходит на двор, там, в туалет один. Ну их бывает тряпку повешают. И вот если тебе надо сходить, а 70 человек. Каждый обернется, смотрит. Так, никто не ест ничего. Никто не ест. Если кто-то ест, а ты пошел в туалет, беда тебя ждет. Тебя головой в туалет затолкают. По легкому сходить, по легкому. И то ты должен узнать, что никто не ест. Это четко запомните. Дальше. В этой теме могут встречаться разговорные слова. Не библейские, но всем понятные. Прошу любителей словесности или не читать дальше, или быть не столь уж фаллистейски ханжескими, щепетильными к лексике. Знаю, что за мной масса контролеров, чтобы ухватить меня за гачи. За гачи. За гачи. Гачи это длинная шерсть у медведя где-то. Собаки его хватает. Ну ничего не знаешь. Ну что такое это? Гачи француз. Не следует этого делать. Не надо меня хватать. Я говорю по этой теме не для укоров. Бравады, все знания. А на пользу, ибо многое. О чем здесь говорится, людям совершенно неизвестно. Если я буду под минус-слов производить, это будет только дым, туман и пыль в глаза. Дальше. Пощадите себя и не скушайтесь. Закройте эту тему и перейдите на другую. Но если не можете перелистнуть, значит вам интересно знать, что про это самое говорится в Библии. Тогда будьте честными и благодарите Бога, что вам дается сегодня такое простое и ясное знание. Хозяин крыши без ограждения. А теперь готов поставить уже две оградки. Не нужно две. Вторую ты уже на своей могиле будешь ставить. Не играйтесь с тем, что написано в Священном Писании. Если сегодня за это никого не убивают, то это вовсе не значит, что наказание ушло. Написано, что проклят злословящий отца и мать. Сегодня по матушке ругается, и ему ничего нет. Что ж, будет день расчета, и матерщинники будут брошены в огонь вечный. Не отвергай закон Моисеев, он нам тоже на помощь, чтобы мы восходили к более грозному христианскому закону, евреям. Если отвершийся закон Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольте к чайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Если ты где-то в лесу находишься, то возьми какой-либо сучок, выкопай ямку, и потом завали все это, как делает кошка. Получись у нее срамец. И собака, когда сходит, то сколько времени ногами расшаркивается, буксует на одном месте, что-то пытается зарыть. Бегемоты, когда выявляют отношения, то не на смерть бьются эти четырехметровые длины туши, которые весят несколько тонн. Но они становятся друг другу задом, и кто скорее выбросит больше из себя и пожиже, и хвостами своими, как лопастью вентилятора. Быстрее размажут на другом, даже очень неделикантестное вчерашнее меню. Тот и будет победителем. А вот еще как. Но точно как депутаты в думе, как они соперники перед зрителями выявляют. Вот этим занимаются там. Сейчас-то они заходят к стойке, дерутся между собой. Там Жириновский особенно показывает это. У каждого животного есть в экскрементах свой запах. Самый приятный у лошади, потом у коровы. Похуже у овечек орешки, как у зайчика. Потом у собаки и у свиньи, примерно на равных. И самый неприятный, зловонный у человека. Точно так же и пот. У лошади даже приятный. И самый неприятный запах у человека, особенно от женщин, когда они себя пропитывают этими пакостями с этикетками дорогими. Вот так. Вот когда летом жарко, вот как будто бы в бане прокисшие веники какие. Едут они в автобусе. В автобусе проедешь, как из бани, где неют тряпки и веника года три. Конский навоз при штукатурке применяют. И при язве желудка сок выжимают из конского навоза. И пьют некоторые. И идет быстрое заживление. И ешь, как ячменные лепешки. И пеки их при глазах их на человеческом кале. А сегодня сказал кал, так ой, сказал кал, я-то себя осквернила, там за мной когда смотрят. Ну, Библия говорит, человеческий кал, ну назови дерьмом, ну назови помет. Там, где мажешь теплым калом, в стихотворении. И сказал Господь, так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я, о, Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась. И мертвичины и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне. И никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне, вот, я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет. И на нем приготовляй хлеб твой. Вот, понимаешь, как? Вот, когда мучили христиан, то их, говорит, подвешивали, там вниз головой, а под ними человеческий кал разжигали, чтобы этим дымом травить их. Ну, свой газ зарин. Пророк согласился с более трудным. А когда дело дошло до отопительного материала, он взмолился к Богу, чтобы не понуждать его к такому невыносимому испытанию. Делал все это по пророчеству. Иезекииль, вот, я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы, ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд. Вот я так же готовлю всегда. И сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. Триста девяносто дней ты будешь есть их. И пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по двадцати стиклей в день. От времени до времени ешь это. И воды пей мерой. По шести частей гина пей. От времени до времени пей так. Он совсем согласился лежать. Нельзя не повернуться, ничего. Больше года. А вот на человеческом хале, господи, не могу я это, не могу не выполнить мне это. Когда было ведение сосудом из полотна Петру, где были присмыкающиеся, то правоверный иудей не мог пойти на такое опасное нарушение. Конечно, если это был бы вьетнамец или китаец, то воскликнул, что такой деликатес ему подал Бог. Они едят все это. Однажды один атеист доказывал по великой своей мудрости, в кавычках, безбожной, что Бога нет, что сам по себе само по себе все произошло. Но вдруг встал пастух Архип и спросил, скажи-ка, разлебезный, ты все знаешь, что в небе, где какие звезды горят, ты когда-нибудь коров и овечек видал? Ну что за вопрос? Прежде чем московский университет окончать, я пастухом был. Ага. Значит, и тут ты все должен знать. Скажи-ка, почему вот у коровы лепешками это самое дерьмо, а у овечки горошком? Тот растерялся и говорит, не знаю этого. Так если не знаешь этого, в дерьме, прости Господи, не разбираешься, то как же ты мог узнать, что на небе Бога нет? Пастухи, мой, обе. Об этой интеллигенции Ленин написал так. Интеллигенция, это говно. Так и написано. Сам он был природный дворянин, то есть законный интеллигент. У людей считается оскорбительным, если скажут о нем, что он как говно, в проруби болтается. Никакому берегу не можешь прибиться. В тюрьме, когда человек запирается и не рассказывает, где и что у него спрятано, тогда его бросают в пресс-хату. Прессованная хату, да. Где самые отпетые уголовники сидят, им дадут наркотики. И с этим человеком делайте, что хотите. Они его насилуют, калом намазывают хлеб и заставляют есть. Больше уже и не унизишь. Алексей Максимович Пешков. Пешков, наверное. Ну что ты, не когда Горько, что Пешков. Пешков. Горький. Вот две буквы, но обязательно последний надо свалить тебе. У меня одноклассник был, Пешков была фамилия. Ты не Колесников, а Колесников. Так и буду звать тебя. Колесников. И не Никита, а не кита. Горький. Пишет, что когда прошел первый всероссийский съезд крестьянства в Творическом дворце, то он обходил залы, где проходило заседание и был страшно поражен. Оказалось, что все огромные малахитовые вазы были заполнены доверху человеческим калом. Крестьяне приезжали и показали, что они умеют образводить со собой удобрения. Канализация уже образцово работала тогда. Он долго думал, почему же они это сделали. Оказывается, что на этой красоте, которая вышла из-под рук, из-под других рук умеют вазы делать, они на этом фоне выглядят так, что просто никто и ничто, а мразь. И поэтому они ненавидят эту красоту. Потому что они как личности ясно, что и не состоялись. И поэтому хочется это доброе уничтожить, чтобы оно не обличало их. Я понимаю, почему на меня нападают вот эти из миссионерских отделов и прочее. Вот поэтому то, что у них ничего этого нет. Они вообразили, что они миссионеры и на меня нападают и гонят. И кроме дерьма на меня ничего больше их скинуть не могут. Дальше. Вот так и наш лагерь сжигали эти навозники, дерьмовщики советские. Нигде такого лагеря нет и не было. И значит, я ничем не выделяюсь как ничтожество. Тут приходят они ничтожества. 18 раз сжигали лагерь наш дотла. Дотла ничего нету. 18 раз и заново отстраивались мы. Когда человек учится на пятерке, то его двоечники терпеть не могут, потому что на его примере они могли быть лучше. А они не могут. И разница от того, какие сами они могли бы быть, столь ошеломляющие, что нужно унизить, сбросить с крыши. Рубцовских что додумались сделать школьники с одной Оксаной, которую мать берегла. И она нигде ни с кем не зналась и никому не заходила домой. Отличница. Скрутили ее руки, затащили в подвал и две девчонки одержали ее, а парни насиловали ее вчетвером. Это мне следователи рассказывают. Такое, чтобы девки держали, а парни насиловали, такой статьи даже нет ни в одном уголовном кодексе. Что же это за людик? То народиться от них. А потом в лицо ей помочились все. Зачем? Да, она не такая, как мы. Вот это со мной делают вот эти лжемиссионеры, дворкины. Что они со мной делают? Разные, разные там обличители, новая голову отрезает. Всех сделает моя голова к разным блудикам представляется. Это вот это вот все, мне это очень близко, понятно. Премудрая Соломона. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Вот и все. Она не выдержала и бросилась с девятого этажа, потому что на фоне этой красоты и девственности они все есть мразь и грязь вонючая. Вонючая, ну как ты считаешь, прям заедает слова. А вот теперь ты такая же, как и мы, но перед Богом она не такая теперь, даже в сравнении с той, какой была до этого. Если бы она не бросилась, да, была бы мученица Христова, эти ездры, как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную. А почему она ненавидит? Это в Библии написано. Да, правда ненавидит неправду. Также неправда ненавидит правду. Она ее терпеть не может, Исайя. И сказал Рапсак, разве только господину твоему и к тебе послал меня, господин мой, сказать, в город, в осаде, и он им крещит, военачальник, который осадил город. Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. В человече помете остается очень много непереработанного. Вот почему собака обязательно съест после ребенка. Речь идет о сотнях тысяч тонн непереработанного жира, как пишет профессор Зиновьев, которые будут перерабатывать и в тюбиках ароматизованное продавать, и никто знать не будет. Ароматизованное. Ароматизированное. Ароматизированное. Ага. И никто знать не будет про это. Можно сегодня приблизить к естественной переработке. Какая идет в природе? Так вопрос. Пример. Вот человек пьяный, у него идет и верхом, и низом. И что он сделал, все лежит рядом на траве. Вот я спрашиваю, можно сегодня приблизить к естественной переработке? Какая идет в природе? Вот я говорю, посмотрите, вот валяется тут дерьмо, блевотина. Вот сейчас я покажу машину, которая переработает. говорит, ты будешь есть? Да, конечно, нет. Но вот советские приехали, и они были на Тайване. Там. И вот он зашел и говорит, выпить хотите? Он говорит, да можно выпить. Он дал, как вода отличная. Так это, говорит, из туалета из нашего. Как так? А такая машина, вот у нас прибор. Из туалета. И он сам попил хозяина и говорит, вот так все перерабатывается. Из туалета, тут же. И вот я говорю, ты будешь есть? Не будешь. Я говорю, а в природе Бог сделал, что ты будешь есть. Такая машина есть. Подошли курица и склевали. А курица все, если ты сморкнулся, соплено съест, все съест. Хозяйка же не смотрит, что ее курочки ели вчера. Утрешнее яйцо ты и ты съешь и не подумай, что это из вчерашней Блевотина. Блевотина. Не Блевотина, а Блевотина. Вообще оригинально. Вообще, Никита. Действительно, француз настоящий. Начинай французский учить. У тебя уже половина есть. Вымесье. А если эту мерзость обмыть и подать, ты не будешь и смотреть. Ну, в духовном плане, когда по телевизору смотришь в богопротивное, когда считаешь мерзостное, то это что, как не Блевотина разве? Слава тебе, Блевотина сделать Блевотиной уже. Ибо все стылы наполнены отвратительной Блевотиной, не чистого места. Трич. Как пес возвращается на свою Блевотину, так глупый повторяет глупость свою. Верующий, не хочу я, чтобы это слово произносили. У меня брат жил на квартире у одних, так они хрен. А хрен ассоциации с чем-то нехорошим, с сучком с каким-то. Так они назвали Хрун. Хрун, совогородье. Исходи, покопай. Вот такая святость у нас. А песню песней считать нельзя, потому что, видишь, груди твои как виноградная кистья, стан твои как пальма. Подумал я, влез бы по стволу, да ухватился за кистью. Так это порнография настоящая. Убрать это, это не от Бога. Ну, что скажешь? У Бога, такие машины уже построены. Все это перерабатывают. Посмотри на безвкусный белок. Как он похож на наше, что сморкаем. И курица съела тут же это. Противно слышать это. Ну, не то, что даже смотреть. Но она переработает и на утро съешь. Если не ошибаюсь, недавно были воспоминания белым мигранта Слуцкого. Он проходил со своим отрядом по Финляндии. И там, в одной княжеской усадьбе, до них квартировал красногвардейский отряд. Вот, понимаете, я должен когда говорить, чтобы интересные были занятия, сколько приходится знать. На память все. Я говорю-то не по бумажке. У меня ни одной проповеди по бумажке нет. Только места писания засчитываю, чтобы местами не переставить слова. В дом войти невозможно было. Все абсолютно было в человеческом кале. И крыльцо, и пол, и стены, и даже потолок. На столах, и на подоконниках. Впечатление такое, что лирота солдат прошла, а прокатилась огромная бочка с дерьмом. Вот это название всем театрам, циркам, телевизору и кино. Как нам в детстве рассказывали про хвостовство солдат Содружества в эту войну. Американцы одно, француз неповторимое другое, а русский вышел в соседнюю комнату и потом пригласил. Показал на потолок, на котором было его дерьмо. Как он смело-то так искусно сделать? Он на доску наложил, да к другому концу и вступил ногой, и все взлетело от коммунизма. От коммунизма. А те хватились, что ударом можно три бутылки расколоть, а в другой стеклянный стакан съесть. У русских даже в рассказах фокусы дерьмовые, что умеют так это загадить все святое и чистое, особенно с 1917 года, с октября месяца. Это рассказывает в виде анекдота. Та же, когда на Эльбе встретились, ну а мужику-то там подсунули не то, один, ой-ой-ой-ой, подошел, так ты живой. Он говорит, что? Да я, кислоту тут оставил, там кислота у него была, а я, говорит, пошел мочистик, лежу, что-то сапоги прогорели, отбрызги. Сафония. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметано будет кровь их как прах, и плоть их как помед. Бог угрожает священникам за то, что они не убучат народ и держат его во тьме. Он залепит их глаза дерьмом. Малахи. Вот, я отниму вас... Вот я, допустим, не буду Писания подтверждать, священники как, да как вы священников поносите, как Библию прочитал, все замолкли. Я должен знать, где это есть. Малахи. Вот, я отниму у вас плечо и помед раскидаю на лица ваши, помед праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. Вместе с этим говном вас выбросят этих священников-то. Считайте, Малахи. Ленивого трудно защищать, он мало похож на человека. Я вас спрашиваю, почему даже на турнике не хотите подтягиваться, а только на качелях, как в проруби бы мотаетесь. Потому что вы ленивый, Сирахов. Воловь ему помета подобен ленивый, всякий, поднявший его, отряхнет руку. Я ребятишек вывожу около лагеря, а корову пройдут и лепешки. Ну, давайте смотреть. Ты похож на это, хочешь? Нет. Ну, а ты же ленивый, плохо работаешь. Когда гнев Божий сойдет на землю, то народ будет везде отступать. Ваши корабли, ваши танки будут завалены вашим дерьмом от страха перед мусульманами и китайцами. Как Аганович выразился о демократах, дерьмократах, политиках. Сраные политики. Галеные, говорит, политики. У всех чресла расслабнут и наложат штаны. Третьи ездры. Но где это написано? В Библии написано. И помет человеческий доседла верблюда. Страхи трепет, великий будет на земле. То есть танки все будут дерьмом завалены от страха. Даниила. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Связи чресла его ослабели. Ослабели штаны наложил. И колени его стали биться одно другое. На расстрел, который выводил, выводит водив под штанья, как я вижу, что уже отвисло. Перед расстрелом в штаны наложил. Ну, чресло-то расслабляется. На ум. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колени трясутся. У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Боль это полностью. Интересно. Ну, дальше считай. Одно время я работал в конторе снабжения на проспекте Строителей 58, рядом с собачатником железнодорожным. Там штук 30 больших собак. Они охраняют склады и сопровождают платформу с машинами. У нас же на работе был кобелишко небольшой, коренастый беляк. И когда вели такую собаку, огромную овчарку, мимо в наморнике, наш облайвал сзади и показывал вид, что нисколечки тех не боится. Он маленький, под животом проскочит, а в огромной собаке. Лайл отчаянно смело, как моська на слона. И наступил момент, когда однажды одному проводнику это до зеленых надоело, и он с проводка спустился в цербера. Тот в несколько прыжков догнал нашего героя, никак не ожидавшего такого поворота событий. И Юркнувшева было подворотню, но тот успел его доводить мордой, на морднике, прямо под решеткой, подворотами. Самое удивительное произошло дальше, когда наш песик пробежал метров 7 по нашей же территории, совершенно недосягаемой для своего палача. У нас был разгружен вагон дровяного леса, березового. И пока Беляк эти метры до леса добежал и успел снова повернуться к воротам головой, из него ударила такая жидкая струя фонтаном, как из бегемота. На торцах берез не осталось чистого места, как из ведра поливального он обдал страшной вонючей жидкостью все вокруг на высоту более метра. Как могло в несколько секунд такое случиться? Как это может быть? По своим переживаниям знаем, что когда страшно, то почему-то тянет в туалет, ибо мускулы на очке самое слабое, и как у ослабевших чреслами помет до седла верблюда по Писанию. Это касается каждого из нас. Когда за наше хвостовство придет на нас подобное тому, что видим сейчас в Сербии, в Афганистане и в других странах. Но это будет еще страшнее. У нас ни одной смотровой щели в танках не будет не забрызганной. Но коли у животных детенышей едят материнское молоко, она после них все поедает сама. Но как только поступать начинает посторонняя пища, приходится уже убирать человеку. Сегодня вообразить страшно, если не будет воды, когда живут десятки методжей друг на другом. Большие города мгновенно превратятся в фекалийные ямы. В городе будет рядом беда рядом всегда. Трудно считаешь. В городе беда рядом всегда. А в чем тут трудность прочитать такие четыре слова? Не знаю. И не знаешь. Смысловое какое-то. Ну что-то мутит тебя какой-то шурик. А мы здесь живем полная автономия. У нас нет опасности этой. Все при нас. И у каждого во дворе туалет свой. Приехал недавно к нам кинорежиссер Малашин Юрий Николаевич и рассказал о поездке в Индию. Я спросил что там есть необычного. Он ответил жить везде можно но у них нет туалета вообще. Как? Да так. Каждый садится на дощечку на очко. Рядом женщина может сидеть совершенно без стенок на открытой площадке. Не поверил я в это. Где вы что ни строили или на даче первым делом строят туалет и дорогу. Это я говорю занятия про туалет. Так везде за границей. А у нас бывает наоборот. Дед Щукаре любил в огороде следи под солнышком чтобы обморок голову не охватывал. Обморок. Одно из страшных воспоминаний в моей жизни это когда на этапах везут в вагонах и не дают сходить в туалет. Могу несколько дней не есть но удержать себе не дано. Конвой пьяный и не выводит и все. Их проклинают все они спят и не выходят наконец выводят по выбору женщин. Она кричит позорный ты не смотри отвернись. Он стоит гогочит и не дает ей дверь закрывать. Вот она власть на другим. И все с комсомольскими значками разве это знал Ленин что такие поганки прорастут и не будет ни стыда ни совести в людях. А если думал что что-то будет без другое без Бога выпариться то он был сквозной неизлечивый маразматик. Маразматик под словом глотаешься ничего не могу сделать. Такие большие глаза и еще не считаешь. Туалет вещь очень нужная всем приходится ходить туда куда и король пешком ходит. Люди бастуют просят повысить жизненный уровень. У нас все просто наточили саперные лопатки наши солдатики дали им выпить и пошли они этих демонстратов рубить налево и направо. Скорбит Тбилиси и сегодня еще от проклятой власти проклятых правителей проклятых исполнителей порубивших молодых девушек лопатками. А в Англии жалеют людей. Вышла женская колонна но для полиции выработали какой-то газ и прошла машина и брызгала на них даже их шляпки не попортила и бастуют эмансипированные ко дворцу королевскому и вдруг у всех а все красивые напомаженные скривила рты уже тише у всех сразу последний мускул на выходе расслабился и они все схватились за животы и потом вспоминают что ни о чем не думали уже а только бы из панталон не вывалилась не знала как там вдруг все оказалось вдоль забора тихо и до домашнего туалета и так несколько дней и никакое лекарство ни черемаха не поможет неделю с горшка не слазили под демонстранты надо было в Киеве такое сделать рассказывает что хорек пробравшись в курятник остановится над насестом на задние ноги и струет своего миномета на передние видимо все таки сбивает курицу они в омрак падают в последний полет уходят Песков описывает Василий Михайлович понючего скунса такое этого зверька название он идет и ни перед кем не сворачивает стропы если на встречу даже медведь и тот уступит ему а если не так то он сначала предупреждает издает треск и потом бьет такой струей при том с точностью может в глаз попасть что неделю не отмоешься а медведь может в омрак упасть где его раздавит машина там проезжать долго машины с открытыми окнами не могут тошнить всех уже в новом завете язычники казнили крестьян подвешивали их вниз головами и под ними жгли человеческий кал чтобы удушить их я захотел еще в Барнауле в 1956 году что в бочках вывозили из частных туалетов и возницы сидели с длинными ручками ведра у них едут и едят и едят помидоры эти люди звались золотари и они очень хорошо зарабатывали в Китае очень ценным считаются отходы они их употребляют на полях считают что нужно с торфом вмешать и три года в буртах держать потом и после того как все аскориды аскориды ты не знаешь что такое ну маленькие червячки в человека из задницы выходят погибнут можно на удобрение на поля в мусульманских странах законе чтобы газетами с упоминанием имени Аллаха они пользовались в туалете да и вредно это ведет к раку прямой кишки пишут что в пустыне живут люди которые едят меньше нашего в 12 раз есть коллекционеры туалетов и во всем приятность когда человек оправится на кале гадают и воров ищут и показывает он туалет 47 туалетов где-то покупает новые туалеты строят а их себя во двор и все стараются испробовать коллекционирует врачи говорят скажи что ты ешь на кале гадают и воров ищут даже врачи говорят скажи что ты ешь и я скажу кто ты сегодня врачи этой тактики придерживаются но только исследуют пищу не на приеме а на выходе моча и кал интересно гадают вот приди ему скажи у меня голова болит там что-то моча и кал сдавай я затоуст говорит о нарушителях закона божия решился бы ты за царскую одежду взяться руками вымазанными калом для больных предметы обихода утка и судно судно наверное судно все таки дальше в тюрьме этот бойщок называется параша и такой там порядок чтобы ты прежде чем пойти на горшок узнал что в камере никто не ест спроси об этом Ян Амос Каменский в великой дидактике говорит о том чтобы не пускать газы в ветры а вы дети это делаете даже в церкви так наедайтесь что ваши непиля снизу срывают и вы душите в килье так что спичку не поднеси может разнести по бревнышку ребятишки сидят хохочут когда говоришь понимаешь такая тема не за фашистая и вот как интересно дальше этот человек бессовестный он запятак сделает то в церкви то в церкви сделать что не положено делать и после туалета всегда нужно мыть руки и никогда во время работы не уходить в туалет но только во время перерыва это же касается церкви перед этим подготовься сходи прежде того я был в Сакраменто в Америке священник говорит как только начинается служба так в туалет я тогда предупредил всех и теперь на замок закрываю идет литургия пошли в туалете сидят у киргизов но есть поверье что если умирают дети это их забирает шайтан демон тогда отец называть заболевшего сына я досчитаю иди его нету заболевшего сына именем предмета с дурным запахом собачье дерьмо если ребенок остался жить шайтан его не забрал то с таким именем он и будет жить если дочка родится дочь кого собачьего дерьма интересно так слава тебе господи вот такая тема была но это все я сейчас